История и есть ли в ней истина Спасибо большое, спасибо Спасибо Юлия, можете отдохнуть, немножко послушать, сейчас будет интересно Ну, мне действительно очень приятно здесь находиться, третий раз Спасибо большое от Алиати Азот за приглашение Для меня это большая честь, вновь оказаться на этих, так сказать, без преувеличения святых подмостках Я тем более, что приезжаю всякий раз с разными сюжетами, с разными лекциями И, честно говоря, для меня это самого каждый раз очень интересно Как будет воспринята та или иная тема Я вот на жителях города Алиати, так сказать, опробую различные сюжеты интересные Потому что всегда возникает какая-то дискуссия, возникают какие-то интересные вопросы Мне хочется видеть эту реакцию И это всегда получается очень хорошо Сегодня как раз та самая ситуация, когда я первый раз читаю эту лекцию Дело в том, что недавно вышла книга, которая сейчас находится Я о ней сейчас чуть-чуть расскажу поподробнее Но сначала я бы хотел все-таки представиться, рассказать чуть-чуть о том, кто я такой Что я делаю Я ученый, одновременно бизнесмен Я живу в двух мирах одновременно, таким образом Я работал всегда в крупных финансово-промышленных группах отечественных Или, так сказать, в государственном секторе Вот тут основные фазы моей биографии указаны на слайде Но, что касается моих научных исследований То я занимался различными исследованиями в области языкознания, этнографии, истории Защищал докторскую диссертацию по истории языка Очень много времени провел в различных экспедициях Изучая малоисследованные языки народов Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии Мне вот, так сказать, неинтересна наука кабинетная Мне больше нравится полевая Мне больше нравятся всякие исследования, которые можно осуществлять где-нибудь там глубоко в джунглях, в горах, в пустыне Мне это кажется, ну, как создает какой-то жизненный драйв в жизни ученого Тем более, что есть возможность сюда совершить какие-нибудь новые открытия В частности, одно из достижений научных, которыми я очень горжусь Это открытие неизвестного науки языка в Африке Вот здесь о нем написано Кроме того, я действительно, как Юлия правильно сказала, публицист-писатель Потому что я пишу периодически разные книги, не только научные Ну, научные книги может читать только человек, который погружен в это дело Потому что там очень сложный язык, этот наукообразный Поэтому в какой-то момент у меня возникло желание написать научно-популярную книгу Первая научно-популярная книга была посвящена Африке Она вышла в 16-м году и стала очень популярной, как ни странно Для меня это был сюрприз Она получила премию-просветитель, чему я тоже очень горжусь И, соответственно, я решил продолжить эту практику Вот вышла вторая книга недавно «История человечества» в великих документах Которая сейчас вот здесь на столе находится Значит, о чем сегодняшняя наша с вами лекция В истории каждой страны, вообще в истории любого народа, любого региона Есть больные вопросы Эти больные вопросы, они обсуждаются постоянно И являются предметами ожесточеннейших дискуссий Мы это можем видеть каждый, кто подписан в Фейсбуке Или кто имеет аккаунт в любой другой социальной сети Как правило, сталкивался с различными спорами по вопросам истории В России это вот особенно популярно последние, мне кажется, лет 10 Один из таких больных вопросов – это вот товарищ Сталин Злодей или спаситель Отечества? Аргументы нам всем известны Но это никогда не спасает Во-первых, очень сложно человеку объяснить эти аргументы, когда он имеет противоположную точку зрения Во-вторых, казалось бы, это было совсем недавно Товарищ Сталин умер, прошло 65 лет А мы обсуждаем это так, как будто истину найти невозможно На самом деле она существует, безусловно Или там следующий вопрос Чуть подальше Владимир Ильич Ленин Был он немецким агентом или не был он немецким агентом? Я сам, честно говоря, вот Будучи ученым, я стараюсь абстрагироваться от этих дискуссий Потому что Ты понимаешь, особенно если это происходит онлайн Где у людей нет совершенно никаких ограничений И они могут начать, так сказать Переходить на личности уже со второго оборота заводиться Я поэтому стараюсь абстрагироваться Но я вот довольно часто наблюдаю их и читаю, естественно Очень много литературы выходит на эту тему Существуют люди, которые считают, что Владимир Ильич Ленин Значит, совершил прогрессивную революцию Которая привела нашу страну к процветанию И существуют люди, которые считают, что он был агентом империалистических держав И за немецкие деньги обрушил великое государство Под названием Российская империя И привел Россию к хаосу Из которого она еще длительное время выбиралась Значит, вот обе точки зрения Они же на чем-то основываются Люди, которые их придерживаются Они же каким-то образом аргументируют свою позицию Правильно? Вот таких больных вопросов очень много Вот оглянитесь вокруг себя И вы увидите, что их бесконечное количество Вот третий вопрос Касается, скажем, еще более далекого прошлого Но все равно споры продолжаются Куликовская битва И вообще татар-монгольская игла Вот здесь изображен Батый И вот здесь есть обложка книги Если видно всем внизу Я ее нашел в магазине В книжном Она называется «Великий хан Батый – основатель российской государственности» Вот могло такое прийти в голову, скажем, Какому-нибудь ученому в советское время Нет Потому что точка зрения была очень простая Одна магистральная государственная точка зрения Татар-монгольская ига Задержка развития России на 250 лет Потом героическое освобождение Татар-монгольского ига Куликовская битва Разгром Золотой Орды И последующее освобождение от ига При стоянии на Угре в 1480 году Все понятно, казалось бы, и прозрачно Но потом в 90-е годы возникает Альтернативная точка зрения о том, что на самом деле Русская государственность – это продолжение Золотой Орды Что никакой Куликовской битвы не было Вы сами прекрасно знаете, что довольно много литературы существует уже сегодня на эту тему Откуда брать истину? Вот ну как человеку разобраться? Ну даже если человек дает себе такую задачу Вот мне хочется разобраться Я не хочу придерживаться никакой позиции по этому поводу Мне хочется сначала понять, как это было на самом деле И принять решение, исходя из этого, сформировать свою личную позицию Вот для меня, как ученого, вот это очень важно Но это на самом деле довольно сложно сделать Вот как раз сегодня мы об этом и поговорим На самом деле больные вопросы истории существуют в любом государстве Вот просто в любом Понимаете? В любом обществе существуют вопросы, связанные с тем, как интерпретировать историю Это связано с тем, что, естественно, всякое правительство хочет ее тоже интерпретировать по-своему Всякая политическая сила тоже пытается какие-то интерпретации осуществлять И в результате мы имеем совершенно противоположные, диаметрально противоположные точки зрения на события, которые происходили Даже не в 14 веке И даже не в начале 20-го А вот буквально 5 лет назад Ну мы знаем ситуацию, связанную с войной на Украине У меня буквально сегодня была дискуссия относительно того, кто явился причиной Значит, Запад или Россия явилась причиной того, что сейчас происходит на Украине Среди украинцев та же самая ситуация Они разделились, общество разделено Ряд людей, в том числе историков, в том числе исследователей, экспертов, считают, что Запад виноват в сложившейся ситуации Другие считают, что это Россия виновата И вот эти споры, они так или иначе существуют практически везде Я не знаю ни одного общества, где существует консенсус по этому вопросу Ну и естественно, что это несет в себе То есть это помимо того, что у нас это вызывает ожесточенные споры в Фейсбуке Но слава богу, голову вроде бы никому еще пока никто не проломил На Украине дошло до гражданской войны Где-то это доходит до противостояния, которое длится годами и десятками лет Например, нынешняя ситуация в взаимоотношениях между Россией и Западом Очень во многом определяется отношением к историческим событиям В частности, вот буквально недавно, это было в начале сентября Была годовщина начала Второй мировой войны В Польше проходили празднества, на которые Россия не была приглашена Потому что нынешнее руководство Польши считает, что Россия не является освободителем А является оккупантом и является стороной-агрессором во время Второй мировой войны Ну понятно, что подавляющее число людей, сидящих в этом зале, считает это совершенно по-другому Значит, соответственно, это вызывает межгосударственный конфликт Довольно глубокий, потому что такие вещи, они сразу не забываются Это некая обида Значит, не позвали, как же так? Мы же потратили там, ну, как думает гражданин России Что Советский Союз положил сотни тысяч жизней на то, чтобы освободить Польшу от немецко-фашистских захватчиков А теперь нас, получается, не зовут, как же так? Значит, это вызывает межгосударственный конфликт Это вызывает вот это противостояние мифов между двумя системами Сегодня это, как никогда, сильная ситуация Потому что в Европе активно насаждается одна позиция по поводу Второй мировой войны В России столь же активно, совершенно иная И к чему это приводит, мы, в общем, все прекрасно знаем Потому что перед Первой мировой войной в Европе была точно такая же ситуация Ну и в итоге, значит, рождается вопрос, естественно Что с этим делать? И как каждому из нас сформировать свою собственную жизненную позицию По тем или иным вопросам истории, если вообще они нас интересуют В чем причины того, что это возникает? Основная причина – это невежество людское Очень простая вещь Человек не знает реальности Он не знает, ну, как бы не имеет представления о том, что происходило на самом деле Откуда мы черпаем информацию об истории? Ну, нам кто-то рассказал Учитель в школе нам рассказал Или бабушка Или мы прочли статью где-нибудь, ну, походя в метро Ну, в Тольятти нет метро, хорошо Мы ее прочли в автобусе Значит Или мы там посмотрели телепередачу по каналу РЕН-ТВ Про каких-нибудь пришельцев с зелеными головами Которые прилетели и осуществили строительство египетских пирамид И вот мы теперь будем ходить и всем рассказывать Что действительно пришельцы, как оказывается Строили египетские пирамиды, а не кто-то там Мы обсуждаем это с нашими друзьями, родственниками От этого происходят наши точки зрения Естественно, при этом никто из нас не может сказать Вы знаете, я читал, ребята, исходный документ Там вообще все не так написано, честно говоря Мы верим на слово И более того, многие из нас убеждаются в том, что это истина Вот, это очень опасная вещь, потому что я это называю невежеством Вот, вторая Вторая причина, она находится внутри нас То есть, понимаете, в чем дело Большинство людей склонны к тому, чтобы видеть мир Некой понятной для себя системой То есть, человек считает, вот если я это узнал, я этому поверил Значит, так оно и есть И менять свою точку зрения ужасно не хочется Особенно, если это касается каких-то исторических событий И особенно связанных с нашим государством Вот, если мне рассказали в школе эту точку зрения Значит, я так буду считать до конца дней Или мне там мои родители передали эту позицию Значит, так оно и было на самом деле И любые попытки переформировать ее Они наталкиваются на внутреннее сопротивление У любого человека так Вот, у меня тоже так Я прочту какого-нибудь автора Несмотря на то, что я ученый И там должен стремиться к объективности Я прочту какого-нибудь автора Мне хочется ему поверить, естественно Потому что там он приводит четкие объективные доказательства Потом я переключаюсь на другого У него противоположная позиция Хочется верить уже ему Ну, хотя бы я прочитал их двух А большинство людей говорят Нет, вот я его читать не буду Потому что он пишет неправду изначально Ну, то есть, вот это Вот это такой Внутренний фанатизм Который очень сильно мешает Нам усваивать историческую реальность Фанатизм — это когда ты не приемлешь возражений Когда ты изначально знаешь Что ты позицию не можешь изменить Он может выражаться где угодно, этот фанатизм В религиозных вопросах В политических В каких-то культурных Значит, в том числе и в вопросах усвоения исторической реальности Если человек фанатик, соответственно, с ним уже очень сложно спорить Но, будучи фанатикой, мы далеко не продвинемся это точно Потому что мы должны все-таки исследовать мир И пытаться стремиться к тому, чтобы эту истину найти для себя Ну и, естественно, незнание источников — это очень важная причина того Почему многие из наших соотечественников на сегодняшний день Не обладают достоверной информацией о том, что происходило в истории Мы не знаем о том, что, собственно, в реальности происходило Потому что мы не читаем ничего, кроме источников третьих лиц Вот, собственно говоря, именно об этом И есть книга, которую я написал Она называется «История человечества в великих документах» Вышла она в этом году в издательстве «Ксмо» И что она собой представляет? Здесь опубликована информация про сотню документов Которые, с моей точки зрения, сформировали мир вокруг нас таким, каким мы его сейчас видим И не только мир вокруг нас, но и нас самих Нашу культуру, наш внешний облик, наши представления о жизни Вот все это было сформировано в истории с помощью, в том числе, этих самых великих документов Каждый из них он открывал какую-нибудь эпоху или закрывал эту эпоху Или же представлял собой какую-то значительную историческую личность В общем, совершал революцию в науке, в культуре, в политике Я попытался собрать сотню таких документов Но вот их оказалось 99, потому что я решил, что сотый документ еще не написан История же не закончилась, соответственно Может быть, кто-то из нас, сидящих в этом зале, станет автором этого самого сотого документа Который перевернет жизнь будущих поколений Но это очень сложно, естественно, сейчас предсказать Потому что для этого надо прожить жизнь будущих поколений, чтобы сказать, что она изменилась Во всяком случае, здесь представлены все виды документов Начиная от наскальных надписей, глиняных табличек Межгосударственных договоров, художественных произведений, летописей и так далее И заканчивая фотографиями и даже генетическим кодом Который был изобретен в 20 веке Это тоже документ, который произвел революцию в науке Вот, значит, эта книга, она имеет основной своей целью Показать человеку некое меню того, что можно прочесть Потому что, освоив эти самые великие документы Прочитав их в оригинале, желательно на языке оригинала и желательно без комментариев Уже можно приблизиться к тому, что существовало на самом деле Я сам, честно говоря На самом деле совершил для себя очень много открытий, когда писал эту книгу Писать ее было еще более интересно, мне кажется, чем читать Во-первых, когда я сообщил своим коллегам и ученым о том, что я пишу такую книгу Что у меня будет сотня великих документов Естественно, ко мне понесли бесконечное количество этих самых документов Врывался какой-нибудь очередной, значит, мой приятель, доктор наук И говорил, Кирилл, боже мой, а ты написал про Бреттон-Вудские соглашения? Это же эпохальная история Бреттон-Вудские соглашения? Нет Ну как, они же изменили мир И ты говоришь, ну хорошо, хорошо, я вставлю в список Бреттон-Вудские соглашения Окей Значит, потом приходил еще кто-нибудь и кричал, что нет Обязательно должны быть апрельские тезисы Ильича Это совершенно необходимо Без них не было бы вот этого, вот этого, Советского Союза, атомной бомбы, космического полета Гагарина Значит, в итоге список у меня такой лонглист возрос вдвое или втрое Этих документов стало несколько сотен Но в конце концов удалось все-таки их как-то ужать и собрать самое интересное Вот получилось в результате 100 документов Но в процессе того, пока я писал, я, например, совершил для себя очень много интересных открытий Вот здесь, в частности, указано, что когда я писал про изобретение нот Вот был, оказывается, такой человек, который придумал музыкальные ноты Ну это же очень интересно Без нот не было бы ни Моцарта, ни классической музыки, ни музыкальной школы вообще Вот всей современной музыки бы не было без этого человека Но он, как ни странно, был не композитор, а он был учителем в хоре церковном У него был хор мальчиков, и эти скудаумные мальчики не могли, значит, запомнить ни одной нормальной мелодии Он ужасно переживал по этому поводу Поэтому он, значит, вместо того, чтобы на них орать, он придумал 7 нот И сказал, вот теперь вы можете запомнить? Они говорят, да, теперь можем, все Значит, и вот он первым дошел до этой идеи, которая, может быть, там витала в воздухе Но, тем не менее, он первым ее сформулировал Он написал письмо своему другу, это письмо сохранилось Где написано что-то Знаешь, вот я сидел и придумал 7 нот, вот 7 нот И любая восьмая будет повторением одной из этих семи просто в другой октаве Вот Вот это тоже очень, ну, для меня интересное открытие, потому что я этого сам не знал Или, честно говоря, вот второй пункт, это про Колумба Я очень много изучал его дневники, которые он вел во время своего первого путешествия И письма, которые он потом, репорты, которые, значит, он писал королеву испанскому О том, значит, куда он ездил и что он там добыл И вот выяснилось, что, ну, у нас в учебниках обычно пишут, что Колумб считал, что он открыл Индию И он до конца жизни всем доказывал, что он открыл Индию На самом деле, исходя из этих документов, получается, что Колумб прекрасно знал, что он не Индию никакой открыл Он очень хорошо это знал И он пытался всячески это скрыть, потому что, если бы он это признал, то его задание, значит, не выполнено Значит, он деньги зря потратил Значит, соответственно, контракт расторгается с ним, а его вообще нужно в кутузку посадить за растрату Вот поэтому он вынужден был до конца дней всем говорить, нет, нет, никакой Америки нет Я открыл Индию, я все сделал правильно, я выполнил четкости условий, поэтому, знаете, значит, мне заработанное Вот, ну, вот такие вещи всплывали Это, конечно, очень интересно узнавать, потому что, ну, вот в учебниках этого нет Или, вот в третий пример Я читал речь товарища Сталина Которую он написал в День Победы Он обратился с речью 9 мая 1945 года И из этой речи очень хорошо следует, что он, на самом деле, руководствовался вовсе не коммунистическими идеями Потому что он говорил о том, что эта победа является победой вековых стремлений славянских народов в борьбе против немецких захватчиков То есть он рассматривал эту великую войну не как войну, там, условно, систем Системы коммунистической против системы нацистской А как войну славянских народов против германских народов Это очень интересный факт Вот он сам это сказал один раз единственной в своей жизни Мы как бы привыкли считать, что большевики это интернационалисты Что они считали, что идет борьба между формациями Что между капиталистическим миром, там, империализмом И новым зарождающимся социалистическим миром Но вот у товарища Сталина, оказывается, была другая точка зрения на этот вопрос И такие вот маленькие и большие открытия, они сформировали эту книгу в итоге Я считаю, что она получилась неплохая Ну и действительно она очень хорошо пошла Она стала бестселлером на Озоне И она, еще раз повторюсь, она учит тому, что необходимо Приобщаться к источникам, к первоисточникам Для того, чтобы понять историческую истину И хотя бы попытаться к ней приблизиться Теперь посмотрим, возможно ли это сделать Значит, вопрос А становимся ли мы реально ближе к истине, даже если мы читаем источники? Вот хорошо, мы задались целью ответить для себя на один из самых больных вопросов нашей с вами современности Значит, вопрос там, вот один из тех, которые я сформулировал, например, был ли Владимир Ильич Ленин агентом Германской империи или нет Проезжал он в пломбированном вагоне через Германию или нет, получал он деньги от банкиров немецких и так далее Становимся ли мы ближе к истине? У меня, честно говоря, иногда такое впечатление возникает, когда я исследую этот вопрос Что это такой, вот как софизм Знаете, один из примеров софизма, это когда Ахиллес догоняет черепаху Ахиллес бежит быстро, черепаха двигается медленно Ахиллес сначала оказывается вдвое ближе к черепахе, потом в четверо ближе, потом в восьмую часть ближе Соответственно, он никогда, если дроби будут идти бесконечно, он никогда ее не догонит Потому что эти дроби, они математически бесконечны Тем самым он всегда будет позади черепахи Что, конечно, не так Вот здесь такая же история Мы вроде как приближаемся к истине исторической Когда мы уходим в архивы, когда мы пытаемся найти какие-то первоисточники Сейчас это не проблема сделать Вот, честно говоря, еще 20 лет назад такая книга не могла бы быть написана Мною, потому что мне надо было сидеть в архивах, пока у меня борода не вырастет, седая А сейчас это возможно совершенно спокойно сделать, потому что у нас есть интернет И очень многие документы там выложены Но, опять же, вот что это за документы и кто их, собственно, создает? Вот это вот вопрос, на который мы должны постоянно отвечать Потому что документы пристрастны Но ничего тут невозможно сделать Вот любой человек, который пишет тот или иной исторический документ Он все равно вкладывает туда свою жизненную позицию Можно ли написать, например, такую книгу объективно? Нет, невозможно Потому что у меня тоже свое воспитание, у меня там есть какой-то культурный бэкграунд Есть какие-то точки зрения Есть там какие-то события, происходившие в моей жизни Я, естественно, их проецирую и пишу Соответственно, книга получается совершенно субъективной Хоть я и пытаюсь придать ей какой-то объективистский взгляд Точно так же любой исторический документ Его пишут люди Вот, например, возьмите летопись Казалось бы, летописец В чем его задача? Произошли события, он пришел Перу окунул в чернильницу и написал В этом году случилось вот это Но нет Все летописи, тем не менее, разные И сообщают об одних и тех же событиях совершенно по-разному Если их пытаться сравнить Особенно там сообщения, например, русских летописей И об этом же летописи польские Вообще, ну, разные вещи Вот даже сейчас это В 21 веке это возможно Когда Путин и Трамп разговаривают по телефону Госдепартамент и Министерство иностранных дел России Выпускают об этом стейтмент Почитайте эти два стейтмента Там о разных вещах говорится Там говорится, значит, с нашей стороны будет вот одно А с американской стороны будет написано другое Хотя вроде бы они вот поговорили Ну, они же слышали друг друга Они же знают, о чем идет речь Ну, вот это происходит постоянно Потому что документы пишут люди И никогда нельзя об этом забывать Кроме того, их переводят еще люди Вот знаете, какой у меня есть пример интересный В книге «История человечества» Вот есть такая книга Марко Пола Марко Пола – великий итальянский путешественник 13 века Он посетил там Китай, Индию Довольно много лет прожил в Китае И после этого его посадили в тюрьму Делать ему было нечего Он написал книгу Значит, о своих путешествиях Если бы его не посадили Может, он бы никогда ничего не написал Мы бы ничего не знали Но суть не в этом А суть в том, что когда Ее перевели на русский язык То из нее магическим образом Совершенно исчез абзац, посвященный России Там их не так много таких абзацев Про Россию Вот этот абзац исчез И я читал французский оригинал Книги Марко Пола И в ней он есть А русские переводы стал читать? Нету Ну вот как так? Ее вроде как переводили много раз И в царское время И в советское время И в постсоветское время Переводили ее И там этого абзаца нет А он посвящен нашей стране И конкретно тому, что Хорошо, вы узнаете Чему посвящен этот абзац Когда вы приобретете эту книгу Там это и есть Это очень интересно Но он такой Он не очень действительно хороший Неизвестно там Так оно это было или нет Марко Пола в России не было Писал с чужих слов Но он же это написал Ну чего вы, так сказать Из песни-то слово выкидываете? Короче, я его там привожу целиком Документы переводят люди Дальше что они делают? Вот смотрите Теперь архивы К архивам у нас пиететное Уважительное отношение Что правильно Потому что в архивах Много найти можно чего интересного Пока мы не заглянули в архивы Мы вообще ничего не знаем Мы читаем Мы знаем историю По постам в фейсбуке Или по каким-нибудь там Научно популярным сайтам Или не дай бог По передачам центрального телевидения Значит Там все перевирается Иногда я просто за голову хватаюсь Когда ну включаешь телек Там что-нибудь говорят Боже мой, думаешь Откуда это все? Я даже Я даже сам несколько раз Попадался на эту удочку Ну звонит какой-нибудь телеканал Кирилл Владимирович Вот вы специалист Вы не могли бы выступить у нас в передаче? Вот рассказать там О каких-то там Колдунах в Африке Я говорю Ну хорошо, давайте Значит Они приезжают Съемочная группа Все меня снимает Я вроде говорю Адекватные вещи Потом включаю телек Боже Что я несу? Они выкидывают половину предложения А вторую половину этого же самого Предложения оставляют И выходит так, что там Что у них Эти африканские колдуны какие-нибудь Они там имеют Межпланетное происхождение И у них Кровь синего цвета Все это я говорю Каково Бабаев написано Ученый Вот Что касается архивов То это казалось бы Такая Бронебойный Совершенный источник Правдивой информации Потому что в архивах Мы имеем дело С первоисточниками С теми самыми документами Обращение к которым Казалось бы Может дать нам истину Дело архивистское Зародилось не так давно Это произошло где-то Ну стало оно Во всяком случае Отдельной отраслью Человеческого знания Где-то в 18 веке Когда документы Стали множиться Их стало огромное количество Их стало необходимо Отбирать Потому что все их Уже хранить было невозможно Поэтому какие-то документы Уничтожались Какие-то документы Складывались в архивы И кто-то их Собственно отбирал И кто-то систематизировал Так вот это тоже Делают люди Поверьте Это значит Соответственно архивисты Которые считают Вот этот документ важен Его оставим Этот не важен Его выкинем Что там было выкинуто Может вообще Самое важное Исторически ценнейшие Какие-нибудь там Факты Доказательства Которые сейчас бы нам Открыли глаза В этом смысл Архив Архив не может Нам тоже Совершенно дать Представление о том Что на самом деле Происходило Как ни странно Это просто Заводит в тупик Но это так Потому что Все равно Архивы так или иначе Составляются людьми Ведутся людьми И так далее Кроме того Архивы имеют Очень важное свойство Они содержатся в тайне И не только в нашей стране В нашей стране С этим вообще Беда большущая Потому что в 90-е годы Их начали открывать И вроде как Многое стало понятным А потом в 2000-е годы Их начали Заново закрывать И какие-нибудь документы Начиная со средневековой истории До сих пор Под грифом Совершенно секретно Переписка между царем Борисом Годуновым Там условно И Василием Шуйским Под грифом Секретно Совершенно секретно Что они такого Могли бы написать Что обрушит Сегодня значит Нашу с вами Российскую государственность В 21 веке Я не знаю Но такие вещи существуют Практически в каждой стране В Америке Тоже большое количество Документов Связанных Например с убийством Кеннеди До сих пор Не рассекречено Или там В Великобритании Документы связанные С началом Второй мировой войны С переговорами С Гитлером С полетом Рудольфа Гесса Заместителя Гитлера В Англию В 41 году Вот эти документы Все засекречены Хотя срок уже прошел По закону Они должны быть Рассекречены Но этого не происходит Поэтому архивы Очень часто закрыты И естественно То что То что является в доступе Находится в доступе Не отражает Очень часто картину Что еще делается С документами Их все время уничтожают Значит Это Это просто беда Натуральная Но это происходило Во все времена Это происходило Совершенно точно Во все времена Еще китайский император Цинь Шахуанди В 3 веке до нашей эры Принялся уничтожать Все документы Предшествующих ему Царей Потому что там было написано Что они велики А он считал Что велики только один человек Ну не они Вот А поэтому Он их на всякий случай Все уничтожил Все эти документы И там очень мало чего Сохранилось О предыдущей истории Китая Вот мы Фактически Мы историю Китая знаем Начиная с 3 века до нашей эры С этого несчастного императора То же самое происходит И в 20-м И в 21-м веке Огромное количество Документов Связанных Например со сталинскими Репрессиями Было уничтожено Потому что В этом не были Заинтересованы люди Которые пришли к власти После Значит смерти Сталина И так далее И естественно Это вызывает Довольно большое количество Вопросов Документы Будут продолжать Уничтожаться Ничего с этим не сделаешь Ну и конечно Их фальсифицируют Вот у меня В книжке есть Очень забавный документ Которого никогда не было Документ называется Константинов дар Вот здесь Расположена картинка Где Римский император Константин Перешедший в христианство Это был первый римский император Принявший христианство Он Дарит Папе Римскому Город Рим И он написал Об этом документ Константин Что вот я Константин Данный мне Властью Передаю город Рим И всю область Вокруг него Римскому епископу Во веки вечные На вечное владение И римские папы В течение многих веков Трясли этой бумагой Пока в конце концов Один ученый В 15 веке Не доказал Совершенно неопровержимо Что бумага является Фальшивкой Что ее не было никогда Что император Константин Жил в каком там В 4 веке нашей эры А в этом документе Реалии Которые не происходили Раньше там 12 века Или 13 То есть стало понятно Что это фальшивка Папа Римский Какой-то из папы римских Обладал Значит фантазией Он написал эту бумагу И каждый раз Когда ему спрашивали А с какого Вообще ты владеешь Римом Привлекающую к нему область Он говорил вот Смотрите Видали Император Константин Подписал Не кто-то там И все как бы Отставали Говорили Ну ладно Окей Ну мы пошли Тогда Значит соответственно А на самом деле Это было все Вот вранье И таких документов Тоже естественно много Вот я сейчас Прекрасная там книга В файе лежит Из библиотеки Значит Тольяттиазота Я так понимаю Называется она Подлоги В русской истории 20 века Слушайте Ну это красотища Просто Там Куча документов Подложных Составляется Постоянно Ну Очень часто Про подлинные документы Думают Что это подлог Например Долгое время Считали Что слово О полку Игореве Это подлог Потом было доказано Что все таки нет Но тем не менее С этим тоже Надо разбираться Потому что попадает К тебе документ И оказывается Что это документ Неверный Что он является Фальсифицированным Есть еще одна Большая проблема В поиске Исторической истины Но это проблема Уже не с самими Документами Которые пристрастны Как мы знаем Из предыдущего слайда А с читателями Которые тоже пристрастны Вот Два человека Прочтут Одну и ту же статью Или один и тот же Какой-нибудь Исторический документ Книжку И будут они Совершенно разными Они вынесут Из нее разные вещи Это происходит Сплошь и рядом Потому что Они убеждены В том Что они видят Вот это 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 очень серьезная История Потому что Конечно Это мешает Нам усваивать Материал Объективно Но мы по-другому Не можем Потому что У нас есть Наша культура Вот мы выросли В русской культуре Например Да Русская культура Подразумевает Вот сегодня Опять же Была дискуссия У меня Русская культура Подразумевает Что мы все Должны жить В великой стране И мы должны Все Делать что-то Для того Чтобы наша страна Была великой А например Люксембургская культура Вот это вообще Не подразумевает Житель Люксембурга Не считает Что он должен Жить в великой стране Странно Правда Я не могу Это понять Как же так Как здорово Когда ты видишь На стене Карту Вот этой страны Которая там Вообще Не кончается Нигде Ну это же Это же очень здорово А житель Люксембург Это все равно Он не хочет жить В великой стране У него другие ценности Совсем Поэтому естественно Наша культура Она влияет на восприятие Тех или иных вещей Тех или иных документов Которые мы Мы с вами читаем То же самое Как и наше воспитание Потому что Ну нас Нас так Учили с детства Там В том числе И историческим Вот я например Историю постигал Как Сначала родители Ну как все мы Сначала родители Потом советская школа Потом Уже пошли какие-то книги И там исследования И уже ты начинаешь Очень многие вещи Пересматривать Я например Был уверен Действительно в детстве Что вот Россия Она Как это говорят Никогда не начинала войн Она всегда их заканчивала Это значит Что вот мы Никогда не проигрывали войн Мы никогда не нападали Ни на кого Ну потом стало понятно Что это немножко Не так Немножко Вот Но сначала У меня было такое ощущение Избавиться от него Было очень сложно Потому что ты же хочешь В конце концов Гордиться своей страной Ну понятно Ну хорошо Потом я нашел для себя Все таки объяснение Что хорошо Я могу гордиться своей страной Но у страны Периодически было Довольно идиотское руководство Которое совершало Необдуманные поступки Вот с этой позиции Мне скажем Стало легко Вот Но тем не менее Это так Или там И в нашей советской школе То же самое Ты приходишь В первый класс И на первом же уроке Тебе показывают На стене эту карту Бесконечную И говорят Вот это наша страна Она самая большая на свете И это наше самое главное богатство Соответственно Все дальше Исторические сведения Которые ты будешь получать в жизни Они исходят из этого факта Что вот Мы всплотили на веки Великая Русь Мы не можем от этого Никуда уйти И поэтому Естественно Мы читаем Те или иные документы Мы усваиваем их Совершенно по-разному Чем их усвоит Читатель Например Из Новой Зеландии И это нормально Никуда от этого не денешься Я вам приведу Например Такую ситуацию Из Не из российской истории Да А вот из американской Вот я читал Документ Который я не включил В результате в книгу Ну потому что Немножко банально С моей точки зрения Декларация независимости Соединенных Штатов Она считается В Америке Так сказать Железобетонным фундаментом Всего демократического устройства Современного мира Я лично так не считаю Но тем не менее Документ действительно важен И он начинается Со слов Вот таких Все люди созданы равными Вот они ребята Подписывают ее Значит Все люди Созданы равными Никакого противоречия Мы не видим Правильно В этих словах Мы тоже согласны С этим Но Они имели ввиду Абсолютно другое Они имели ввиду Белых Взрослых Мужчин Ну то есть Ну то есть Рабы Всякие чернокожие ребята Которые ходят вокруг Индейцы Женщины И дети Они Нет Не созданы А-а А Как бы Люди созданы Все Вот Вот интересно Да Вот я Для меня это тоже Такое было Открытие Много лет назад уже обратил на это внимание Просто мне было интересно Как они сами Объясняли это Для тех Времен Это было нормально Понимаете Они считали Что рабство Это естественно и нормально Точно так же как сейчас Мы считаем естественным и нормальным Когда рабства нет Вот Я даже не могу сказать Кто прав Потому что это невозможно сказать Для той эпохи было так Для этой так А может через 200 лет Будет еще как-нибудь Мы этого точно совершенно не знаем Но мы знаем Что они написали вещь Которая казалось бы Содержит всего Четыре слова Но мы их понимаем Как вот все люди Включая там Условно говоря Например Людей обоих полов А они считали Что это только белые мужчины И все Вот Или второй Пример тоже забавный Значит В 1934 году В Советском Союзе Родился документ 1 декабря 1934 года Который положил начало Великим сталинским репрессиям Это было постановление ЦИК Которое говорило о том Что Нужно сократить судебное время Для приговоров Врагам народа Что их нужно судить быстро Без адвокатов Там без всяких речей Без всяких судебных процессов Три человека садятся Выносят приговор Отправляют Ну вот После этого Началась вот эта молотилка Значит Мы естественно Сейчас ужасаемся Это мы думаем Как же так Это же беззаконие Это же беззаконие Потому что Как человек Можно судить Если он не может оправдаться Например Может он вообще не виноват Но дело в том Что люди Которые подписывали Это постановление Они Считали Что революционное Самосознание Это и есть закон Если мы живем В классовом государстве Значит Любой человек Принадлежащий К другому классу Заведомо враг А раз он враг Значит он точно Преступник Против этого государства Правильно Ну логика Абсолютно понятное Прозрачное Вот они так считали Это было не так давно Это были там Прадедушки наши Многие из них Считали именно так Они считали Что если человек Из буржуазии Из Недобитых Значит Он враг И его можно Сажать Просто за это И вот в этом закон Почему нет И опять же Мы же не можем сказать Что это Ну как С сегодняшних наших позиций Нам это кажется Диким Но тогда Это считалось Совершенно нормальным В третьем рейхе Было то же самое Только по национальному Признаку Более или менее Там Скажем Считалось Что вот Ариец Это Человек Имеющий права А не Ариец Прав не имеет И вот в этом закон То есть Мы Так сказать Сейчас это Воспринимаем Как идиотизм Но И изверство Вообще Но тогда Многие люди Которые писали Эти законы Они считали Что это нормально Они совершенно Глубоко Были в этом убеждены Они не считали себя При этом подонками В третьем рейхе Они считали Просто что Ну так И вот это вот и есть Та пристрастность О которой мы говорим То есть Наша культура Наше воспитание Наши вообще Представления о мире О себе О жизни Они очень Различаются Со временем И в пространстве Вот поверьте мне Как человеку Который Работал Там С Разными Племенными Представителями разных племен Там В Африке В Азии Ну они по-другому Представляют этот мир Вот они Они судят Судят о мире По-другому И естественно Те же самые события Они просто Преломляют для себя Совершенно по-иному Потому что у них Другой культурный уровень И другое сознание Даже слова Отдельные слова Пристрастны Сами по себе Вот смотрите Вот здесь Пять пар слов Десять слов Когда мы читаем Документы Книги Статьи Слушаем телепередачи Мы воспринимаем В том числе И терминологию А эта терминология Она всегда Имеет оттенок И этот Оттенок Он формируется Вот этими Ну семантика Одного слова Например Революция Или переворот Вот Октябрьская революция Считалась революцией Долгое время Потом ее стали считать Октябрьским переворотом Сейчас там не очень понятно Некоторые ученые так считают Некоторые так Но Здесь Разница Она не только Историческая Она эмоциональная На самом деле Революция Это нечто С оттенком плюс Все-таки Мы воспринимаем А переворот Это что-то такое противное Ну Чего-то они переворот сделали Или там Восстание и мятеж Знаете Есть хорошая цитата Вот сейчас я вспомнил Мятеж Не может кончиться удачей В противном случае Его зовут иначе Ну это же гениально совершенно Действительно это так То есть язык Формирует Наше сознание И очень часто Наше представление О тех или иных Исторических событиях Если мятеж Кончился удачно Его назовут восстанием Потому что писать историю Будут те Кто в этом мятеже участвовал Если мятеж провалился Значит он будет Называться мятежом А они все Грязными мятежниками Потому что Историю пишут те Кто соответственно Их победил То же самое Значит если мы Посмотрим Новости Из различных стран Там Россия Запад Где-то Вот у нас Например В Советском Союзе Правительство Пиночета В Чили Называлось Режимом Или хунтой Хунта Пиночета Режим Пиночета А в Америке Его называли Правительство Пиночета Они сами Ополченцы Мы сформировали Ополчение Но Ни одно Украинское Издание Не может Назвать Ополченцами Потому что Это запрещено Законом Их необходимо Называть Террористами Ну вот так Потому что Террористы Это негативно Окрашенное Слово Изначально И Где Здесь Водораздел Где разница Вот что Из этого Является Правдой Можешь Кто-нибудь Сказать Я нет Потому что Невозможно Здесь Разделить Это зависит Все только От нашего Отношения Кто там На Ближнем Востоке Вот в Палестине Борется С израильским Правительством Террористы Они вроде Да Вроде Как бы Они там Взрывают Дома Или что еще Делают Но в то же Время Они повстанцы Можно так Назвать Кто-то Их Назовет Именно так И так далее Поэтому здесь Слова Сами все Могут быть Пристрастны И в этой В этой связи Мы же тоже Их воспринимаем И мы Соответственно Наши отношения Формируются Без нашего Всякого Ведома Вот Все эти вещи Их необходимо Представлять себе Когда мы Говорим Об истории Что делать С этим В итоге Ну вот Каждый из вас Скажет Ну хорошо Дальше Что На самом деле Существует ли Истина в истории Достижима ли она Вот это вопрос Которого я Сам пытаюсь Ну понять Ответ на этот вопрос Вот с моей точки зрения Ответ очень простой Достичь ее Очень сложно Но сделать это Это можно Во-первых Каждый человек Должен поставить Перед собой задачу Это сделать Если мы Если нам не безразлично Что происходило В нашей истории То мы должны Понимать Что Все что мы Читаем Слышим Видим по телеку И слышим От наших приятелей Может оказаться Правда Может оказаться Неправдой Вот к этому Нужно так Относиться Значит Это Некое критическое Отношение Которое Должен формировать У себя Каждый из нас Будучи ученым Или не будучи ученым Просто для того Чтобы стремиться К объективности Потому что здесь Самое главное Это не достичь Этой самой истины А стремиться К этому достижению То есть Пытаться все-таки Найти Вот для себя Рациональное зерно Для того Чтобы это сделать Нужно изучить Все точки зрения Нужно хотя бы Иметь представление Об этих точках зрения Понимать Что они тоже имеют Под собой Какую-то аргументацию Уже после этого Садиться за изучение Первоисточников Если вам это интересно Потому что Большинство споров На тему истории Которая происходит Там Где бы то ни было В соцсетях Или на кухне Или на телевизионных экранах Они на самом деле Могут быть легко разрешены Если люди обратятся Просто к документам И наберут в гугле Два-три запроса И прочтут Те или иные Исторические документы Значит Я естественно Всех призываю Всегда это делать Если вы хотите Действительно разобраться А не просто быть уверен В своей собственной правоте До конца жизни И все И на этом заканчивать Вот еще один хороший пример Значит У нас сейчас Официальная наша историография Ну Те кто придерживается Проправительственной позиции В истории Они Очень обвиняют Западных авторов Которые в средние века Писали о России Вот того же Марка Пола Значит Который там Смешивал с грязью Русский народ Потом Вот этих ребят Там Гербештейн Алиарий Иностранцы Которые приезжали В 16-17 веках И после этого Писали о русских Они там Действительно писали Бог знает что Что русский народ Поголовно пьет Что все грязные ходят Что там они все Вообще в ужасном состоянии Российское государство Находит Что все взятки берут Это вообще кошмарная ложь Но мы же все прекрасно Это знаем Вот да Ну как же так Такую клевету Публиковать Разве можно Ну вот И Сейчас есть такая позиция Что все Они писали Специально Во вред Ни слова правды И поэтому Их читать даже не стоит Вообще история должна Основываться на целесообразности То есть вот Если тот или иной Исторический факт Отвечает Интересам России То он Имеет право на жизнь Если не отвечает Интересам Значит мы его откладываем Вот Как случилось Например В ситуации С 28 Панфиловцами История про 28 Панфиловцев Была оспорена Руководителем Росархива Который сказал Что у нас нет Архивных документов Которые подтверждают Что эта история была Она всем нам известна Мы ее проходили в школе Вот нет таких документов На что ему ответил Министр культуры Что Ну ответил в том ключе Что Была она или нет Нам плевать Мы ее будем продолжать Тиражировать Потому что она поднимает Самосознание Русского народа И она так сказать Героизует участников Великой Отечественной войны Что Что они не были что ли героями Ну конечно были Ну тогда значит Имеет ли вообще значение Была история С 28 Панфиловцами На свете Или не существовало И никогда Вот это вопрос Вот Вот это вопрос О понимании О том Что такое Историческая Истинка Ну я как ученый Я честно говорю Вот у меня есть На эту тему позиция Что Мы все таки должны Конечно изучать Все факты И признавать Если фактов нет Значит их нет Значит эта история Не имела Не имела места Если документы существуют Значит мы признаем То есть здесь Целесообразность не работает Мы же не художественное произведение Изобретаем в конце концов Сейчас же как Вот выходит Например фильм Про Колчака Есть фильм Адмирал Адмирал Фильм Довольно известный Фильм Несколько лет назад вышел Вот Я его посмотрел На свою голову И В общем Вышло Что там не очень Там много Правды про Колчака Но Хабенский Выглядит убедительно И нам хочется верить Что он был такой Добрый человек Но документы Говорят об обратном И они говорят Но мы собственно Не старались Создатели фильма Они говорят Но мы не старались Про Колчака сказать Че Мы сделали художественное произведение Это вымысль Мы же нигде не говорили Что было так на самом деле А то что его зовут Александр Колчак Ну просто совпадение Ну и что Вот И вот этим Ну и что Ну и как бы Для меня это немножко гротескно Конечно Люди получают неверное представление Об исторической фигуре И что с этим делать С этим делать только одно Можно Стремиться к познанию истины Вот надо к этому идти И тогда Достичь этого Может быть и не удастся Но стремиться к этому Необходимо Собственно Именно это Я и хотел Сегодня до вас донести Потому что Вот Жан-Жак Руссо Сказал очень Прикольные слова Мое дело Сказать правду А не заставлять верить в нее Вот Я Не могу сказать Что я вам сегодня Сказал правду Потому что В моих словах Может быть тоже Не было ни грамма Исторической истины Но каждый из вас Должен решить это Сам для себя Спасибо большое За внимание И за ваши вопросы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ